Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир-Челябинской области «Уралым». Здравствуйте! 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 Областной Сабантуй. Праздник именно традиций, национальное единение. Кунашакский историко-краеведческий музей ждет посетителей. Где они могут еще храниться вот так достойно? В Челгу прошел день башкирской кухни. Очень здорово, что приобщают людей к другим национальностям. Уральский масштаб под Екатеринбургом прошел областной Сабантуй. Праздник посетило более 10 тысяч делегатов. Областной праздник Плуга посетили более 10 тысяч делегатов со всего Уральского федерального округа. В этом году он был посвящен 100-летнему юбилею Республики Башкортостан. На Свердловске областной Сабантуй традиционно съезжаются гости не только из субъектов Урфо, но и соседних республик. Делегацией возглавили заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шахразиев. Принимал гостей заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов. Азат Равкатович, будучи уроженцем Башкирии, как никто другой, знаком с национальными праздниками и обычаями. А потому Сабантуй в Кодняково неизменно проходит на высоком уровне. Мы корнями из Башкирии, поэтому традиционно на территории Свердловской области мы поддерживаем национальное культурное объединение Курултая Башкира. Очень серьезная, мощная организация на сегодняшний день, которая составляет большинство именно таких заводил, именно мероприятий, которые сегодня проходят в национальных культурных объединениях Свердловской области. Рустам Ишмухаметов зачитал поздравительный адрес от имени Врио главы республики Башкортостан ради Хабирова. Рустам Рифатович наградил юбилейными медалями деятелей, внесших выдающийся вклад в сохранение и укрепление башкирских ценностей. Также он поблагодарил представителя Башкортостана в Урфо Амура Хабибулина за плодотворную работу. Все Сабантуй на Урале проходят при содействии регионального постпреда. Здесь, в Свердловской области, практически все диаспоры, которые многочисленные, татарские, башкирские, армянские, многие даже народы, для которых не характерно иметь юрты, поставили свои юрты, палатки. И каждый хочет показать свои традиции, свои обычаи. Каждый стремится максимально показать свое гостеприимство. И вот в таком единении, мне кажется, Сабантуй сегодня приобретает новое символическое олицетворение. В пользу случаем поблагодарить и всех организаторов. Наша полномочная представительница республики Башкортостана, которая вложила много сил, энергии в проведении этого мероприятия. Наш актив в Свердловской области, общественная организация Курултай Башкир. Одним из обладателей медали стал генеральный директор ООО «Роботекс» Ильдар Карабаев. Компания является официальным представителем голландского производителя доильных роботов «Лейли Вурфо». Компания роботизирует молочные фирмы в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, МАО и Башкортостане. Для меня действительно очень дорого и ценно. Я родом из Уфы. Несколько лет мы перенесли наше предприятие на территорию республики, поэтому это очень приятно и очень ответственно. На национальных подворьях были представлены ремесла, предметы быта, костюмы и национальная кухня. Гости праздника могли приобрести сувениры, отведать сладкий чак-чак, ароматный мед и вкусный горячий плов. Очередь образовалась у палатки с башкирским квасом «Нурлы». Обширную экспозицию представил Янаульский район. Здесь была собственная сцена с выступлениями артистов, богато обставленная юрта с угощениями, торговые ряды с украшениями и нагрудниками ручной работы. Башкирский народ очень активно проводит свои фестивали, праздники. Мы помогаем им. У нас очень много национальных коллективов башкирских есть. И то, что сегодня Сабанту в Свердловской области проходит под эгидой столетия, основание республики Башкортостан, очень радостно. И вы видите, весь акцент на нашем празднике посвящен этому событию. Сегодня мы работаем в Свердловской области с Башкортостаном. За творческую часть Сабантуя отвечали артисты из Башкортостана и Татарстана. С аншлагом прошли выступления нефтекамской филармонии заслуженного артиста республики Башкортостан Ришата Тухватулина. А под занавес фурор вызвало этно-шоу мультиинструменталиста Зайни Дин. В этом году музыкант представлял соседний субъект едва ли не на всех Сабантуях Урфо. Здесь особенный народ, который скучает по своим родным краям, по своим землякам. Очень приветственно, круто. Я очень горд, что мы имеем возможность представлять нашу республику Башкортостан за пределами республики. У нас уже, по-моему, шестой Сабантой за пределами. Мы побывали в Сургуте, Екатеринбурге, Челябинске, Троицке, еще в многих городах. Главной интригой праздника стали соревнования по борьбе курешей, скачки победителей. Ждали подарки автомобиля от главы республики Башкортостан и чистокромная кобыла от загородного клуба «Белая лошадь». Стоять обладателем новенькой гранты оказался башкирский батыр из Миякинского района Айгиз Зайнединов. Лошадь также уехала в Башкирию. Я так думаю, что череда этих праздников в виде Сабантуев закончилась, но не закончились мероприятия, которые мы до конца года будем проводить на Урале. Буквально в октябре месяце, вместе со всемирным куралтаем, мы будем проводить Дни Республики Башкортостан, именно башкирской культуры. То же самое будет и в Пермском крае, то же самое будет и в Урганской области. И поэтому на этих мероприятиях будут проходить и мастер-классы наших хореографов, мастер-классы наших артистов в сфере народных инструментов, будут показываться наши фильмы киностудии «Башкортостан». Кунашакский музей богат на уникальные экспонаты. Наша съемочная группа ознакомилась с историей прошлого и настоящего. Кунашакский историко-краеведческий музей был создан по решению райисполкома в 1977 году. Основатель и первый директор, учитель истории, краевед, участник Великой Отечественной Зайнидин Гайниддинов. В 2012 году решением Совета депутатов Кунашакского сельского поселения его имя присвоено Краеведческому музею. Древние ценные экспонаты к нам попадают, конечно, от людей. Люди приходят, допустим, к коллекции минералов. Человек всю жизнь собирает минералы, собирает коллекцию. То есть это работа всей его жизни. И в итоге она попадает к нам в музей. То есть нам передают эту коллекцию, и уже эту коллекцию могут обозреть уже много-много людей. Основной фонд музея насчитывает около 3000 единиц хранения. Среди экспонатов предметы быта татар, башкир, национальная одежда, национальные музыкальные инструменты, самовары различных времен, предметы земледелия, оружие, фотографии, письма, нумизматика, книги на арабском языке, документы, в том числе связанные с жизнью и деятельностью легендарных земляков-поэтов. Нагрудник был как неотъемлемый компонент убранства башкирского народного костюма. Такой нагрудник, он назывался по-разному, яга, имеются другие названия здесь, как раз освещены в научной работе. Они должны были, то есть были принадлежности обязательного костюма каждой женщины. Каждая женщина должна была иметь нагрудник. На нем пришивались серебряные монеты, кораллы, другие драгоценные камни. И он служил как оберег. А еще он служил как своего рода кошелек. То есть женщина могла рассчитаться, снять монетку и рассчитаться. 24 июня 2018 года состоялось торжественное открытие музея в новом здании. В нем открыты постоянные экспозиционные залы. Исторический, этнографический зал боевой славы современного периода. В выставочном холле проводятся выставки различной тематики. При музее работает женский клуб «Аулда Шлар». Шили, вышивали, ткали. Где они могут еще храниться вот так достойно? Только в музее. Особый интерес посетителей вызывают железный меч с армадского периода, фрагменты метеорита Кунашак, найденные в 1949 году, и метеорита Челябинск 2013 года. Штабной телефон немецкого генерала Паулюса, знамя с портретом Сталина. В музее открыты постоянные экспозиционные залы истории и этнографии гражданской Великой Отечественной войны и истории 20 века. В течение года организуются передвижные фотовыставки из областного краеведческого музея. Он обслуживает около 4000 посетителей. В Челябинском государственном университете прошел день башкирской кухни. Факультет Евразии и Востока ждет абитуриентов. В Челябинском государственном университете состоялся день национальной башкирской кухни. Современные блюда сохранили всю самобытность традиционной кухни и дополнили ее разнообразие в ассортимент продуктов и сервировку. Я сегодня попробовала пирог губадья. Для меня это открытие первый раз. То есть я в принципе в Башкирии уже совсем рядом с нами, Башкортостан. И поэтому, конечно же, уральская кухня, она все равно перекликается с башкирской кухней. Несмотря на изобилие и роскошь современных блюд, национальные занимают особое место на праздничном столе. Ни один праздник у башкир не обходится без бешбармака, шурпы или чак-чака. В честь празднования столетия республики Башкортостан руководство УЗА пошел на встречу, устроил этот день совместно с представительством республики. Университет предоставил гурманам и всем желающим уникальную возможность отведать такие блюда, как салат рыбный по-башкирски, салат из фасоли с говядиной, суп лапшу домашнего с курицей и картофельный с мясом. Из вторых блюд оладьи из печени, элешетварное мясо с овощами, биточки из говядины с соусом, говядина отварная с луком. На гарнир предлагался настоящий плов с изюмом. Здорово, что люди, которые не бывали в Башкире, например, и никогда не пробовали наше блюдо, что они могут прийти и попробовать. Не обошлось и без традиционной башкирской выпечки. Вакбалиш – пирожки с фаршем из риса и мяса. Пирог – губадья, завиток с изюмом, который можно было запить чаем со сливками. Сибайская яшма в ткани. Мастер художественного батика из Челябинска воплощает минералы в красках. Ольга Драгомирова пишет «Картины минералов». Автор считает, что сама природа подсказывает сочетание цветов и форм. Камни способны запечатлеть историю. На одной из работ художницы изображена пчела, застывшая в смоле. Такой янтарь притягивает внимание. Единственная представитель республики Башкортостан – яшма Сибайская. Также здесь есть и уральские, и южного Урала представители, представители северного Урала, такие как Чараид. Среди работ есть и сибайская яшма в изделиях камнерезного искусства. В ювелирных украшениях используется прежде всего темно-вишневая. С прожилками полупрозрачного ледяного кварца яшма с переходами от бордово-коричневого до кремово-розового. Сибайская яшма хороша в флорентийской мозаике. Богатство полутонов позволяет так подобрать отдельные кусочки, что невозможно поверить, что это мозаика, а не картина, написанная красками. Можно же, да, просто вот учиться у природного моза, как сочетать цвета, да? Это только дело, а только природа и учитель. Да. Смотрите, желтые и зеленые вообще, они несочетаемые, да, цвета? Да. Но если в равных пропорциях вы берете правильные зеленые и правильные краски, они сочетаются. Работы мастера пользуются популярностью и у зрителей, и рынком. Одну работу приобрели московские гости прямо на вернисаже. На несколько другие работы положили глаз местные ценители прекрасного. Ольга Драгомирова не только влюблена в природу Башкортостана, но и в его культуру. Она внахтовилась красотой башкирского женского костюма и посетила музей, который находится при библиотеке башкирской и татарской литературы имени Шихзады Бабича. Художница планирует использовать эти знания в своем творчестве. Наша передача подошла к концу. Ошенугманан, табширобэстамам, хаубулэс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова